Лагерь, оказавшийся в заложниках у осеннего половодия, пришлось эвакуировать спасателя. Вчера мы рассказывали вам о том, что в Керженце резко поднялся уровень воды. В итоге лагерь, где находилось около 200 человек, это дети, родители и обслуживающий персонал, оказался отрезан от большой земли. Опасность непосредственно людям не угрожала, но для эвакуации прибыли сотрудники МЧС. Также для эвакуации были проложены два пути. Наведенный понтонный мост и моторная лодка. Перед переправой всех облачали в спасательные жилеты. Я уже один раз тонула. Просто боюсь. Там лодки, специальные люди, обученные. Ну, хорошо. Максим, не боимся? Даже нет, не боимся. На лодке не боимся. По мосту что-то страшновато. Ну, вот тоже так переходила и упала. Давайте пропустим сначала. Подождите, подождите. Подождите, сейчас маленький пройдет. Надо выдерживать расстояние, чтобы понтоны не качались. Через определенное расстояние проходим по два человека. Извините, не надо. Все в спокойном режиме, небольшими группами. То есть, спас-жилет одеваем, клиенты, все спокойно, жалоб нету, все нормально. Нисколько не волнует, даже интереснее обычно. Люди идут без опаски, без слез, никто не плакал. Дети себя вели, на руках были сотрудников, детей, никто, паники не было. Все произошло без эксцессов. Ну, все. Не страшно по мосту было идти? Нет. Экстремальный по мосту. Прилив какой-то энергии. Даже позже не участился. Маленький сказал, в лодке не поеду, ему 4 года. А эти-то куда угодно. Ничего, слава богу. Спасибо всем за то, что так хорошо. Я не ожидала. Здорово, замечательно. Есть что теперь вспомнить. Кстати, осеннее половодие наблюдается сейчас по всей области. И подобного не было с прошлого века. В результате обильного выпадения осадков и достаточно аномально теплой осени произошло уникальное явление осеннее половодие. Уровень воды поднялась на 70 сантиметров. И были потоплены два автомобильных моста. Кстати, уровень воды в Керженце, как сообщили нам сегодня, продолжает подниматься. Но пока никаких критических величин половодие не достигло.